Русский фашизм И вот они, как это говорили, переведу дословно Русскому нельзя доверять, так как он может изменить свои слова и мысль 9 раз ко дню Представляете? Вот, например, мой отец Аслан Масхадов подписывал мирный договор в Москве, в Кремле с Борисом Ельциным Я сам присутствовал на этой встрече, был с ним во время этой поездки И вот Ельцин тогда говорил, вот мы остановим войну, 400-летнюю войну и дальше будем работать в том направлении, чтобы принести мир Позвольте приветствовать здесь, в Кремле, президента республики Ичкерия Аслан Альича Асхадов Мы подписали сейчас с президентом Чеченской республики, республики Ичкерия мирный договор Мирный договор, которому предочерпано иметь историческое значение По спорту ставится точка 400-летней давности, когда шла все время какая-то война, неуверенность и так далее целого народа Мы ставим точку, что будем решать мирным путем все наше сотрудничество Дальше развивать наши отношения с соглашениями в экономическом, торговом и прочем А что потом произошло? 12 мая 1997 года, подписывая этот договор, они знали, что они начнут новую войну Они готовились к ней Они готовились именно... Первую ставку делали на то, чтобы дискредитировать весь чеченский народ Дискредитировать идею чеченского народа Стать независимым государством, стать свободным народом Они делали все возможное, все виды провокаций Это казни, это обезглавливание людей На самом деле это все происходило Воровали людей И все это делалось российскими спецслужбами Именно для того, чтобы потом, в 99-м году, обвинить весь чеченский народ И начать войну Вот для чего они готовились Нельзя им верить Нельзя им верить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!